И ещё один важный вопрос. О продолжающемся процессе маргинализации цыганского населения, о сносе цыганских домов по всей России. Более трёх тысяч человек, из которых больше половины дети, только в одном городе Туле, россиян, не мигрантов, не гастарбайтеров, а местных жителей, имеющих гражданство и регистрацию, не занятых в криминале, оказались на грани выживания. Просто пришли в бундозеры и снесли их дома, в которых они проживали полвека без всякой альтернативы, не предлагая ничего взамен. Люди остались буквально на улице. Но почему местные власти за 30 лет Современной России не нашли возможности объединить юридически безграмотному населению, что закон о пользовании землёй и жильём претерпели радикальные изменения? Местным властям приходится искать какие-то особые решения, проблемы, так как нет ни федеральных, ни региональных программ, которые учитывают специфику таких поселений и предлагают универсальные решения. Но в любом случае региональные власти не должны решать любые вопросы только изгнанием цыган. Но это проходит повсеместно. В Калининграде, в Архангельске, в Омске, в Волгограде, в Эскитиме, в Чудово-Наргородской области, в Калуге, Уфе, Челябинске, Екатеринбурге, в посёлке Айша в Татарстане, в Иваново. Ну, то, что произошло, например, в Плеханово, это просто уникально, потому что довести цыган до противостояния ОМОНу очень сложно. Конечно, нельзя было врезаться в газовую трубу, но законно газ туда подвезти невозможно. И неужели легче вызвать ОМОН и снести строение без предоставления какого-либо жилья, чем, например, легализовать на федеральном уровне несколько тысяч человек, которые не просили у государства дать им квартиры, а построили дома сами. И хотя такие конфликты носят, скорее, социальный бытовой характер, подобное непопулярное решение не только удар по цыганскому народу. Это разжигание ненависти между народом России. Потому что любой компанией по сносу домов предшествует массированная атака на цыган-СМИ. И не случайно, по данным опроса Левада-центра, опубликованного 27 августа этого года, рейтинг нежелательных народов, с которыми россияне не хотят проживать рядом в нашей стране, возглавляют цыгане. Что касается вот такого острого вопроса, о котором вы сейчас сказали, затронули его, связанное с расселением или с лишением возможности проживать в этих домах, которые построены с нарушением законодательства, дело, на мой взгляд, даже не в этом. Дело в том, что мы упустили момент работы с этими людьми, которые, к сожалению, очень часто вовлекаются в криминальную деятельность. Мы с вами это хорошо знаем, и здесь чего-то греха таить. Надо прямо говорить об этом, правда? Там профессионально занимаются распространением наркотиков, и люди просто не хотят рядом проживать. Вот в чём проблема. Я не могу сказать, что здесь мы цыгана во всём должны обвинять. Это проблема всего общества, проблема эффективности работы правоохранительных органов и так далее. Надо было своевременно и грамотно выстраивать эту работу. Но, конечно, не могу с вами не согласиться с тем, что в любом случае действовать нужно крайне аккуратно и соблюдать интересы граждан. Мы вернёмся ещё к этому вопросу. Я понимаю, о чём вы говорите. Спасибо. Можно буквально одно слово. Дело в том, что те посёлки, о которых я говорила и которые вот так вот сносят просто повсеместно, там ни одного случая занятия ни наркотиками, ни каким криминальным бизнесом не стало бы о них говорить, даже если бы это было бы на самом деле. Что касается Тулы, там точно есть. Что касается Тулы, там точно это было. Это же мне не губернатор докладывал, а правоохранительный орган докладывал. Но мы же знаем, что там происходит в этой среде. Но недостаточно этого знать, конечно, нужно с этим работать, нужно людям давать возможности вести осветлый образ жизни, давать возможность образование получить вовремя, давать возможность получить нормальное жильё.